Мне кажется, что можно очень долго, красиво, с пафосом, эмоционально притоптывая ногами, рассказывать и представлять артиста. А на самом деле, на самом деле, я скажу, нет проблем, но на самом деле, самое главное, это то, как артист выходит на сцену, а самое главное, с каким чувством зритель выходит из зала. Встречайте, дамы и господа, автор, композитор, артист Витас. Мария! Здравствуй, Витас! Добрый вечер. Как настроение? Замечательное, лучшее настроение. Добрый вечер, уважаемый Александр. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Сегодня я начал свое выступление с одной из самых своих любимых композиций, «Поцелуй длинную вечность», которую я написал относительно недавно. Все сегодня песни, которые я написал, все будут для вас сегодня. Говорят, ты пишешь песни в одну ночь. Эта песня за одну ночь была написана? Вы знаете, я сегодня не готов общаться ни на какие темы. Почему? Плохо спал, что ли? И сегодня я буду общаться с вами на музыкальном языке с своими песнями. Витас, песни ты пишешь сам, стихи пишешь сам. Одежду для себя, как я читал, пишешь сам. А кто будет отвечать на мои вопросы? А на все вопросы в полном объеме для вас представляю Пудовкин Сергей Николаевич. Будет отвечать. Уважаемый Витас, не знаю вас как по батюшке. Ну, по-простому... Уважаемый Витас, ощущение эмоций. Сережа Пудовкина, наверное, очень понятные, близкие ощущения Витаса. Я представляю, как они сейчас нас всех ненавидят. Ну, Миша, он настроен на то, чтобы обосрать все, что угодно, потому что он у нас, в общем-то, журналист, а эта профессия обязывает. Это не надо. Если этим, объяснять надо задать. Нет, а вот именно поэтому мы давно ничего не объясняем. Мы просто скалываем. Вот именно поэтому. Сережа Пудовкина, мы скалываем. Ой, а я ненавижу их. Если испытывают такое глупо, ненавижу просто с удовольствием об этом говорю. Я ненавижу, ненавижу. Где крупный план? Ненавижу. Кого ты ненавижу? Сереж, Сереж, я здесь, я здесь. Не надо. Это собирательный образ, что я конкретно в лицо. Сереж, подожди, я тебя перебью, а то вы как это до утра будете приопираться. Вопрос был о другом. Какого хрена ты стоишь на сцене вместо Витаса, и тут с нами лясы точат. Вот точно, сомбулировано. Пожалуйста, включите, пожалуйста, я с удовольствием, с огромным. Сереж, а вместо Витаса спеть можешь? Предлагаю, нет. А почему ты вам вместо него говоришь? Ну, я объяснил уже. Давайте по новой начнем. Не надо. Давайте, давайте еще раз. Дорогие товарищи, давайте сейчас. Через расплухчатый образ песен Витаса мы так не придем, так сказать, к его суде. Поэтому я пытался это сделать через костюм. Я хочу сказать, что журналисты всегда не через то место пытаются прийти к образу. А это какой предоставляют? Они, да, а нет, они какой видят, вот вам как, к вам как не встанет, вы все одно место видите. Поэтому хоть ты так повернись, хоть так, вот у вас все одна, у вас так зрелище. Повернись тем местом, что вам понравится. Поэтому, да, поэтому я предлагаю вернуться к альбому песни моей мамы и представить... Мы обязательно вернемся к альбому. ...вашему вниманию. И поэтому для тебя звучат вот эти аплодисменты. Спасибо большое. Я хочу тоже стать, так сказать, с одной стороны на твою защиту, а с другой стороны поддержать Мишу. Потому что покупать пластинку, люди приходят в магазин, они покупают легенду. Они покупают не только песни, они еще покупают легенду вокруг артиста. Они хотят потратить свои деньги, послушать ту музыку, которая связывает человека с образом, которую он несет, загадкой. Посмотреть, может быть, там где-то внутри сфотографированы жабры. Я не знаю, какие-то тайные вещи. Человек хочет знать об артисте все. Это люди прошлого, вот люди прошлого, честно говоря. Вот до сих пор, кто знает, есть ли у Витаса жабры или нет до сих пор, кто знает. Кому сказали точно, есть или нет. Но это вырежут, к сожалению, из эфира. Почему? Потому что это будет смешной момент в программе. Я вам хочу сказать, что... Как раз это то место, на которое обращают внимание журналисты, а не то, о чем ты говорил. Ну, хорошо. Ладно. Какие цели преследовал в данной ситуации Витас и Пудовкин? Ну, это уже их личное дело. Раз они назвали альбом для моей мамы, значит, наверное, он для этого... Прекрасно говорите, я вам дам больше времени и лично прошу побольше времени для нашей программы. Валерий, прошу вас. Да-да-да, так, чтобы закрулиться. Пока все. Давайте послушаем вторую песню. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...